Успех на ютубе все еще означает жизнь в нищете. Я читаю вам это с блумберг. Это начало статьи, это ее первая строка. Ваши дети мечтают стать звездой ютуба. Сделайте им одолжение. Разрушьте эту мечту прямо сейчас. Да пошел ты, мужик. Да пошел ты. Эта статья вообще она неплохая. И Крис Стоккил Уокер я не всерьез тебя послал. Она просто новое исследование из Германии, призванное раскрыть все шансы добиться успеха в новом Голливуде. То есть добиться успеха на ютубе. Там представлены различные объективные данные, например, что 96,5 процентов всех, кто хочет стать ютубером, не смогут заработать достаточно денег с рекламы, чтобы пересечь линию нищеты в США. Большая часть этой истории это объективные данные, показывающие насколько это сложно преуспеть на этой платформе. Вся эта статья начинается со слов, что единственной причиной, почему люди хотят быть на ютубе, единственной причиной, почему они хотят стать ютуберами, это из-за финансовой стороны. И я думаю это невероятно глупо. То есть сделать такое заявление и даже написать целую статью об этом, с таким основанием, это оскорбительно для всей этой платформы. Я осознаю тот факт, что многие люди видят в ютубе золотую гусыню. Но я также знаю, что тут много креативных идей. Я думаю большинство авторов, с которыми я общался, сначала были замотивированы своими собственными желаниями создавать контент и делиться своими идеями. И я думаю именно это мотивирует многих новых авторов прийти на эту платформу. И люди, которые иначе бы не стали снимать видео и создавать контент, шоу и сериалы. Их вдохновляет на творчество то, что они видят тут на ютубе. Креатив. Их мотивирует не только лишь заработок. А эта статья вроде как подразумевает именно это. Поэтому я наехал на эту статью. Это я оставлю ссылку на эту статью, там много всего интересного, я очень рекомендую вам ее прочитать. Пожалуйста, не пишите о второй этой статье никаких плохих вещей. Я не согласен с его мнением, но я ценю эту статью. Ну и раз уж вы здесь, пока я тут просто болтаю, я решил обратить внимание на новые правила ютуба по монетизации партнеров, где вам надо иметь тысячи подписчиков и четыре тысячи часов просмотров за последний год, чтобы монетизировать канал. Я видел, особенно после интервью с Робертом Кинслом, как много людей писали мне насчет моего мнения об этом. И я еще подписан на Social Blade в Твиттере, они просто рвут ютуб на куски из-за этого. Готовы? Тут написано, сегодня, в день написания этого твита, ютуб отключает от партнерской программы и снимает монетизацию всех, у кого меньше тысячи подписчиков и четырех тысяч часов просмотров за последние 365 дней. Если вы пережили этот день, поздравляем. Хэштег, партнеры ютуба спрашивают. Ауч. Во-первых, я ненавижу, я ненавижу то, как это задевает маленькие каналы. Мне не нравится эта идея, что вам буквально говорят, если у вас крошечный канал, то ваш контент не имеет ценности. И хоть это фигово и это может быть сложно для вас, это не значит, что ваша работа не ценна. И я знаю, и хочется думать, что ютуб знает, что следующее большое поколение авторов на этой платформе — это люди, у которых сейчас меньше тысячи подписчиков. Там все начинают. Все, что вы хотите от жизни, всегда очень сложно достать, и ютуб ничем не отличается. Так что теперь это немного труднее, но возможность все еще есть. И я закончу это примером моего друга Питера Маккиннона. Питер сейчас огромный ютубер, у него почти 2 миллиона подписчиков. Его контент — это просто фантастика. И канал у Питера всего 13 или 14 месяцев. Год назад, я еще не знал его. Год назад у него было чуть больше, года назад у него было ноль подписчиков. Он зарабатывал ноль с ютуба. У него было ноль рекламных интеграций. У него совсем не было канала. Но он начал, и он привнес что-то новое на канал. Он усердно работал и делал интересные вещи, чтобы привлечь внимание прессы к его деятельности. И теперь он безо всяких сомнений успешный ютубер. Так что, да, сейчас сложнее и будет еще сложнее. Но возможности все еще есть. Сегодня определенно сложнее преуспеть на ютубе, чем было вчера. И вчера было сложнее, чем 12 дней назад и 9 дней назад до этих новых правил. Но сегодня все проще, чем будет завтра. И сегодня, в 2018 определенно проще, чем будет в 2019 году и так далее, и так далее, и так далее. Если ваша мечта... Сейчас я перепишу статью с этого парня. Если ваши дети мечтают стать звездой ютуба, сделайте им одолжение. Поддержите эту мечту сейчас. Если ваша мечта стать ютубером, сделайте это, не давайте этой фигне вас расстроить. Двигайтесь вперед, потому что мир творчества нуждается у вас. А сейчас будут мотивирующие цитаты. Победители никогда не сдаются, а те, кто сдаются, никогда не побеждают. Винс Ломбарди. Все кажется невозможным, пока это не сделаешь. Ниндсон, Мандела. Никогда не бросайте то, о чем не можете перестать думать каждый день, Уинстон Черчилль. Чемпионы не сдаются, пока не победят, Билли Джин Кинг. Победа всегда достается тому, кто не перестает сражаться, Наполеон Хилл. Чтобы ты не делал, делай это изо всех сил, Тули Цицерон. Делай. Или не делай. Нельзя просто попытаться. Мы тоже когда-то были совсем небольшим каналом, но сейчас нас 80 тысяч. Спасибо вам большое. Переведено и озвучено студией Тремпель.